Добрый день. Вашему вниманию предоставлена тема кристаллизации металла по дисциплине конструкционные материалы и термическая обработка для студентов специальности машиностроения. На прошлом занятии мы закончили с вами основные стадии процесса получения заготовок. То есть мы прошли с вами, как вообще получать у нас заготовки, с каким способом. У нас есть способы лечива, обработка давлением, резанием, сваркой. То есть вообще определили, дали понять определением формы и размера заготовки, что такое вообще обработка давлений, на чем она основана и так далее, так далее. И переходим к следующему с вами разделу. Это раздел металловедения. Тема сегодня у нас с вами это кристаллизация металлов. По плану у нас с вами идут основные закономерности процесса кристаллизации, несамопроизводная кристаллизация, размер и форма кристаллов и строение стального свитка. Кристаллизация, то есть процесс перехода металла из жидкого состояния в твердое, является основным фазовым превращением, происходящим во всех металлах. Так как при этом формируется кристаллическая структура, характерная для истинно твердого тела. Изучение процесса кристаллизации имеет важнейшее значение для металловедения, поскольку законы кристаллизации в принципе справедливы практически для всех превращений, в том числе и для происходящих металлах и сплавах в твердом состоянии. Температура плавления является одной из важнейших характеристик металла. Процессы нагрева или охлаждения, при которых происходит переход металла из одного состояния в другое, связаны с получением или потерей тепла. Все превращения в природе, протекающие самопроизвольно, вызываются стремлением системы к переходу из неустойчивого состояния в более устойчивое, обладающие меньшим запасом свободной энергии. С изменением температуры свободной энергии для жидкого и твердого кристаллического состояния изменяется различно, но для каждого металла есть такая температура, при которой свободные энергии жидкого и твердого состояния равны. Металлы в обоих состояниях находятся в равновесии. Эта температура и называется теоретической температурой кристаллизации. Какие же основные закономерности процесса кристаллизации? Согласно законам термодинамики, новое состояние любого вещества может возникнуть в том случае, если его свободная энергия будет уничтожить свободной энергии этого же вещества в исходном состоянии. Это положение является основным в теории процесса кристаллизации, то есть кристаллы могут возникнуть в том случае, если их свободная энергия будет меньше, чем объемная свободная энергия металла в жидком состоянии. И вот на слайде нам представлен механизм кристаллизации. Еще раз мы можем сказать, как же у нас кристаллизация, в чем же она у нас состоит. Она у нас состоит в следующем. Еще раз мы говорим, что в жидкометале атомы непрерывно движутся. По мере понижения температуры, движение замедляется, атомы сближаются и группируются в кристаллы. Эта первичная группа кристаллов получила название центров кристаллизации. Далее к этим центрам присоединяются вновь образующие кристаллы. Одновременно продолжаются образования новых центров. Таким образом, кристаллизация состоит из двух стадий. Это образование центров кристаллизации и рост кристаллизации вокруг этих центров. Когда же мы разберем этот рисунок? Сначала рост кристаллов не встречает никаких препятствий. Вот мы видим рисунки А. И растущие кристаллы сохраняют правильное строение кристаллической решетки. При дальнейшем движение кристаллы сталкиваются, и образовавшиеся группы имеют уже неправильную форму, но сохраняют правильное строение внутри каждого кристалла. И вот такие группы кристаллов называют зернами, как мы увидим на рисунке В, В, Г и Д. На рисунке Е, мы видим на последнем, показаны уже границы зерен различных размеров, что влияет на эксплуатационные свойства металла. Крупнозернистый металл имеет низкое сопротивление удару, при обработке мешает получению требуемого класса шероховатости поверхности. Размеры зерен зависят от различных факторов природы самого металла и условий кристаллизации. И кристаллы, образующие при затвердевании, могут приобретать различную форму в зависимости от условий их роста. Они могут быть у нас мазогранниками, дендритами, игольчатыми, пластинчатыми и так далее. Сейчас разберем более подробно. Чем больше скорость охлаждения, тем ниже температура, до которой может быть переохлажден жидкий металл до конца кристаллизации. Это положение приобрело в последние годы не только теоретическое, но и большое практическое значение. Так как процессы кристаллизации зависят от температуры и протекают во времени, то кривые охлаждения строятся в координатах температура, время. Оказалось, что при очень больших скоростях охлаждения жидкий металл может быть переохлажден в нормальную температуру, без его кристаллизации. В результате металл оказывается в аморфном или стеклообразном состоянии. И вот мы видим с вами кривые охлаждения. Спасибо. Продолжение следует... В заключении о механизме и скорости кристаллизации плавления, о структуре металла, формирующейся при кристаллизации, для этого необходимо знать механизм и скорость фазового превращения. Установлено, что любое фазовое превращение протекает путем возникновения в исходной фазе небольших объемов новой фазы, называемых зародышами или центрами, и последующего их роста. Чем больше возникает таких центров, и чем больше скорость их роста, тем быстрее протекает фазовое превращение. В условиях кристаллизации эти центры могут возникать с тех объемов жидких фазы, в пределах которых в данный момент времени расположения атомов было близким или аналогичным. Каким расположением в решетке кристалла и где флуктация энергии достаточно для преодоления энергетического барьера зарождения, являющим следствием возникновения межфазной поверхности раздела жидкий сплав, кристалл. При этом объемы жидкой фазы, где достигнута подобная флуктация энергии, должны быть близки к размерам кристаллического зародыша критического размера. Первый путь образования центра кристаллизации называется самопроизвольным, или называть его гомогенным. Второй – не самопроизвольным, гетерогенным. Соответственно, кристаллизация может быть как самопроизвольной, так и не самопроизвольной. И вот я вас попрошу самопроизвольную и не самопроизвольную кристаллизацию сделать конспект, то есть вам это на СРС. Однако, независимо от механизма возникновения центра в дальнейший рост их подчиняется одним и тем же законам. Ну, вкратце, как бы, я вам скажу, что я от вас хочу. То есть, смотрите, процесс кристаллизации состоит из двух одновременно идущих процессов. Как мы говорили, это зарождение и рост кристаллов. Кристаллы могут зарождаться самопроизвольно, это и есть самопроизвольная кристаллизация, или расти на имеющихся готовых центрах кристаллизации. Это будет не самопроизвольная кристаллизация. Поэтому более подробно вы должны будете мне расписать. Я сейчас вам, как бы, вкратце, все равно, в любом случае, расскажу. А вы дома на СРС еще добавите. Значит, не самопроизвольная кристаллизация. В реальных условиях процессы кристаллизации и характер образующейся структуры в значительной мере зависят от имеющих готовых центров кристаллизации. Такими центрами, как правило, являются тугоплавки частиц неметаллических включений, оксидов, интерметаллических соединений, образующихся примесями. К началу кристаллизации центр находится в жидком металле в виде твердых включений. При кристаллизации атомы металла откладываются на активированные поверхности примесей. Как на готовом зародыши, такая кристаллизация называется несамопроизвольной или гетерогенной. При несамопроизвольной кристаллизации руль зародышей могут играть и стенки формы. Наличие готовых центров кристаллизации приводит к уменьшению размера кристаллов при затвердевании. Эффект измельчения структуры значительно увеличивается при соблюдении структурного и размерного соответствия. Расхождение в межатомных размерах не должно превышать 5-7%. Примесной фазы с основным металлом, который способствует сопряжению их кристаллических решеток. Ну, например, вот мы видим с вами пример титана в алюминии. Он образует угоплавки включения фазы титана в алюминии 3, тетрагональной кристаллической решетки. Чем способствует значительному измельчению структуры. В жидком металле могут присутствовать и растворимые примеси, которые также вызывают измельчение структуры. Ацербируясь на поверхности зарождающих кристаллов, они уменьшают поверхностное напряжение на границе раздела жидкость-твердая фаза и линейная скорость роста кристаллов. Измельчение структуры способствует улучшению механических свойств металла. На практике для измельчения структуры металлов и сплавов широко применяют технологическую операцию, называемую модифицирование. Она состоит в обведении в жидкий сплав перед разливкой различных специальных добавок-модификаторов. В качестве модификаторов используют поверхностно-активные вещества, например, бор, стали, натрия в алюминии и его сплавах и элементы, образующие тугоплавки консперсной частицы, например, титан, цирковь и так далее. Модификаторы добавляют сплавы в количествах тысячных-двидесятых долей процента. При повышении температуры жидкого металла примеси, играющие роль дополнительных центров кристаллизации, растворяются или дезактивируются, поэтому повышение температуры жидкого металла перед разливкой прибудет к уменьшению зерна при кристаллизации. И наоборот, подстуживание металла перед разливкой температур, незначительно превышающих температуру плавления металла, способствует уменьшению размера зерен. Подстуживание эффективно при наличии примесей или модификаторов, образующих фазы со структурным и размерным соответствием с основным металлом. В этом случае даже после значительных перегревов можно получить мелкое зерно, особенно если удлинить выдержку перед разливкой. Следующая по теме – это размеры формы кристаллов литого металла. Кристаллизация развивается путем образования зародышевых центров и их последующего роста. Кристалл, выросший из одного зародыша, имеет одинаковую кристаллографическую ориентировку и называется кристаллитом или зерном. Чем больше скорость образования центров кристаллизации и меньше скорость их роста, тем меньше будут размеры кристаллов и, соответственно, больше их количество в данном закристаллизовавшемся объеме. Таким образом, величина кристаллов или зерен, получаемых при кристаллизации, зависит в основном от степени переохлаждения. Однако, значительный вклад в измельчение зерен вносит число несамопроизвольно возникших центров, например, в результате модифицирования, когда врасплав намеренно вычислить вещества, на частицах которых легче образуются новые зародыши кристаллов данного металла. Кристаллы, образующие при затвердевании, могут приобретать различную форму в зависимости от условий их роста. Они могут, как я говорила, могут быть многогранниками, дендритами, игольчатыми, пластинчатыми и так далее. Что ж такое дендрит? Дендриты представляют собой непрерывистую пространственную решетку, у которой от толстого ствола, вот видите на слайде, ответвляются ветви первого порядка, от них второго, затем третьего и так далее. Все ветви имеют почти правильную кристаллографическую ориентацию. Дендриты бывают разнообразных размеров. Чем менее стисненно они растут, тем большей величины они достигают. По мере увеличения числа и размеров растущих кристаллов, неизбежно их столкновение, которое приводит к нарушению правильной формы многограника. Размер тех или иных граней данного многограника тем больше, чем меньше скорость их роста. Рост граней с простыми индексами происходит послойно, так что не завершившиеся слои движутся по поверхности граней. При росте многогранников из-за расплава их пересыщение у вершин и ребер оказывается выше, чем у других элементов поверхности кристаллов. И в результате вершин ребра являются ведущими источниками появления слоев роста. Поэтому в своем росте они обгоняют центральные участки плоских граней. В итоге таких плоских граней уже не наблюдаются, и сам кристалл приобретает форму дендрита. Образованию таких дендритных кристаллов способствует присутствие примесей, поскольку разные грани по-разному захватывают их. Причем содержание примесей зависит от скорости роста. Если примеси в процессе кристаллизации в основном не входят в состав кристалла, а скапливаются перед фронтом и лишь затем захватываются растущим кристаллом, то возникает так называемая зонная структура. Появление дендритной формы кристаллов можно объяснить также тем, что вершины возникающего зародыша кристалла развиваются в различных кристаллограммических направлениях, но отвечающих максимальной скорости роста. Особенно хорошо выявляются строения дендритов в металле с содержащим примеси, так как межосносные пространства и границы дендритов обогащены примесями. Хорошо выявляются дендриты в тех местах, отливке или сливке, где не хватает металла для полного заполнения межосносных пространств, то есть для образования осей в высоких порядках. Это поверхности устаточных раковин и поверхности отливок. Строение сливка Структура сливка зависит от многих факторов. От наличия примесей, температуры разливки, скорости охлаждения при кристаллизации, а также от состояния внутренней поверхности изложницы. Строение сливка не является однородным, так как из-за степени переохлаждения по его сечению изменяются условия кристаллизации. Ну и вот мы сами на слайде видим три структурные зоны. Значит, еще раз говорим, сливки или отливки кристаллизация всегда начинается у стенок формы. Так как металл здесь охлаждается быстрее, степень переохлаждения у стенок велика, поэтому здесь образуется множество мелких кристалликов, по-разному ориентированных. Эту часть слитка называют мелкозернистой коркой. Вот мы сами видим. Первая мелкозернистая корка. Затем кристаллы начинают расти от поверхности в направлении в обратному отводу тепла, то есть перпендикулярно стенке формы. В поперечном направлении кристаллы мешают друг другу расти, поэтому они приобретают вытянутую форму. Их называют столбчатыми кристаллами. Вот мы видим, они вытягиваются. В центре крупного слитка образуется объем жидкого металла с почти одинаковой температурой во всех точках. Тепло от этой зоны отводится медленно, с одинаковой скоростью во всех направлениях. Поэтому зародыши здесь возникают в разных участках и не имеют преимущественного направления роста. Это зона крупных, по-разному ориентированных, равноосных кристаллов. Вот мы видим. В верхней части слитка за счет усадки возникает крупная пустота. Ее называют усадочной раковиной. Наилучшие механические свойства должны быть в первой зоне корки, наихудшие в сердцевине слитка, особенно в верхней части. Ну, я вам даю второе задание на СРС, чтобы вы более подробно расписали все трех структурные зоны. Ну, как бы это дополнительно. Можете по моим комментариям более подробно также их расписать. Значит, на следующем занятии я каждого сделаю опрос по самопроизвольной и несамопроизвольной кристаллизации. и одного-двоих студентов я спрошу про структурные зоны слитка. Спасибо за внимание. На сегодня тема у нас с вами закончена. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...